Сегодня старейшая православная церковь Михаила Архангела, которая расположена в поселке Димитрово, отмечает свое 70-летие. По торжественному случаю в храме прошло богослужение и крестный ход. Побывал на нем и Станислав Юдин. История церкви Михаила Архангела поражает необычностью. Свои двери для прихожан она открыла в 1946-м, в первом послевоенном году. Христианство существовало в подполье. Бал в стране Советов правил атеизм. Однако среди спецпереселенцев, собранных для строительства Магнитогорского металлургического комбината и состоявших в основном из крестьян, было много верующих. Во время войны рабочие на смену встречных собраниях начали ставить вопрос о необходимости открытия в городе церквей. Директор Магнитогорского металлургического комбината Григорий Иванович Носов принял неожиданное для многих партийных руководителей города решение купить на поселке Дзержинском и Димитровском два жилых дома и помочь перестроить их под церковь. Так в 1946 году в поселке Димитрово засверкала по золоченными куполами церковь Михаила Архангела. В начале 80-х годов прошлого века она пережила капитальный ремонт, из деревянной превратилась в каменную и обрела сегодняшний вид. Божьей милостью этот храм никогда не заковыровался, то есть с 1946 года этот храм является пристанищем верующих города Магнитогорска. Заметим, что верующих на состоявшемся в честь юбилейной даты праздничном богослужении был полный храм. Каждый пришел со своим болью и радостью, просьбой и благодарностью. Но всех собравшихся объединило одно – теплый огонек в глазах, зовущийся Верой. Без церкви я считаю, что жить просто невозможно. Здесь присутствует дух уже, ну как бы дух поколений, на то, что здесь уже и бабушки ходили, и взрослые, и наши родители. По окончании праздничного богослужения представители церкви во главе с епископом Магнитогорским и Верхнеуральским Иннокентием прошли крестным ходом вокруг храма. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Это телекомпания ТВН.